ВЕКТОР КОМФОРТА И права и обязанности, с какими проблемами сталкиваются регионы в организации проведения капитального ремонта. Сколько потратили, столько и заплатили. По такому весьма выгодному принципу оплачивать счета за коммунальные услуги те, кто поставили счетчики. Однако, если приборы учета воды стоят в большинстве квартир и домов нашей страны, то счетчиками на газ россияне, судя по всему, не торопятся. А зря. Только 10% жителей России установили в своих квартирах и домах газовые счетчики. Причем большинство из оставшихся даже не подозревают о существовании таких приборов учета. Такие данные приводила российская газета в начале декабря прошлого года. В то время как раз истекал срок, отведенный россиянам на установку приборов учета газа. В таких условиях 29 декабря Владимир Путин утвердил правки в федеральный закон, согласно которым устанавливать счетчики на газ в квартирах стало необязательно. Как следует из закона, обязательная установка приборов учета природного газа отменяется, если максимальный объем его потребления составляет менее 2 кубометров в час. Другими словами, пользоваться счетчиками не обязательно тем, кто использует газ только для приготовления пищи. Для иных категорий жилищ, жильцы которых используют газ не только для приготовления пищи, но и для отопления помещений и других нужд, дедлайн обязательной установки счетчика документов ранее предлагалось перенести с 1 января 2016 года на 1 января 2019 года. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года. Что ж, не обязательно, но точно выгодно, утверждают эксперты. Жители Чувашии с ними, судя по всему, согласны. Данные экспертов и наш опрос показали. Многие потребители приборы учета уже поставили. Два года стоит счетчик, он себя, можно сказать, почти окупил. Счетчики работают, деньги платим. Если, допустим, у нас прописано 4 человека, мы должны платить по человеку 4, за 4 человека, а так мы платим за факт. Мы мало расходуем газа, меньше намного. Удобно. Знаю, сколько использовал, столько заплатил. На выгоду какую-то уже почувствовали? В течение года у меня оправдалась установка со стоимостью счетчика. По счетчику 2 куба, 3 куба в месяц. Больше нет, никак. А без счетчика 12-11 кубов предъявляют. Вот только собираюсь ставить. Потому что вроде не было нужды, ну а сейчас, как я знаю, что будет повышаться газ, то, наверное, выгоднее поставить счетчик. На газ счетчики я еще не поставила. А почему? А вот все, некогда, денег нету, дорого. 7 тысяч надо, просто так возьми и отдай. А зарплата половина. Когда только-только началось, я вот спрашивала у близких, родных, была выгода. Сейчас, говорят, почти то же самое, что я плачу. Так что я что-то думаю, нет, лучше пить ему маленько, пока селом не заставят. Тянуть нет смысла, утверждают специалисты, цены на газ растут. Ну всего вот у нас в Чувашской республике 435 тысяч абонентов, которые пользуются газом, из них порядка 333 уже установлены приборы учета газа. И порядка 100 тысяч они не установлены. Из них где-то 70 тысяч – это где установлены газовые плиты. Население, не установив приборы учета, платит по нормативу потребления. Сколько человек прописано, допустим, в квартире, при установке газовой плиты прописано, 4 человека, значит, с каждого по 10 кубов, вот 40 кубов они оплачивают за газ. С 1 июля в соответствии с нормативами выросли тарифы на коммунальные услуги. Квитанции с новыми суммами придут в начале августа. Изменение произойдет в рамках индексов, установленных Федеральной службой по тарифам для Чувашской республики. Газ природный изменится на 7,5% для всей территории Чувашской республики. Кубометр газа будет стоить чуть больше 5 рублей. Значит, если не установлен счетчик, то семье, к примеру, из троих человек потребление газа обойдется примерно в 180 рублей. Норматив потребления газа на приготовление пищи в домах с горячим водоснабжением – 12 кубометров на человека. В семье Петровых недавно произошло пополнение. Они отмечают, даже при наличии грудного ребенка столько газа не тратят. Так что счетчик позволяет существенно экономить, что для молодой семьи с ипотекой немаловажно. В предыдущей квартире у нас не было счетчиков на газ. Мы платили, ну, довольно-таки большую сумму. Вот мы сейчас приобрели новую квартиру и поставили уже, получается, счетчик. Здесь в месяц выходят вообще, ну, копейки, грубо говоря, по сравнению с тем, что было раньше. В месяц выходит рублей 14. Рано или поздно об установке счетчиков задумываются все. Эксперты отмечают, для покупки и установки приборов учета сейчас самое время, пока нет сильного ажиотажа и, соответственно, ценовой накрутки производителями дефицита в магазинах. На данный момент выбор большой на разные кошельки, габариты кухни и объемы потребления. Чтобы не попасть в просак, чтобы купить спокойно, без установки, без всякой суеты счетчик, который их устроит, нужно обратиться в магазин, торгующий данной продукцией и записаться на установку счетчика. Но прежде всего, хотел бы обратить внимание, что прежде чем установить счетчик, необходимо обратиться в Чуваш-сеть ГАЗ для получения проекта разрешения на подключение счетчика. Именно там подскажут модель, стоимость и поставят на учет пользователя газа. Основные счетчики, которые представлены на рынках Чуваши, это счетчики продукции ГАЗ-Девайс, счетчики Грант и счетчики Бетар. Вот, например, счетчик Бетар газовый. Он отличается от других счетчиков тем, что его нужно устанавливать по технической рекомендации, как минимум, на расстоянии 30 см от варочной или газовой поверхности. То есть, недопустимо, чтобы на него шло тепло, так как это может исказить показания счетчика. Дальше счетчик Грант. Он уже поинтереснее. Во-первых, его можно устанавливать над газовой плитой. Если у нас около плиты нет пространства для монтажа счетчиков, это идеальный вариант. Также у него поворотный механизм, то есть, можно под любым углом всегда посмотреть показания счетчика. То есть, это удобно для снятия показаний. И предыдущий счетчик. Этот счетчик монтируется за счет резьбовых соединений, то есть, сварка не требуется. Как я уже говорил, счетчики подразделяются по потребляемому, по проходимому объему газа. Зависит от количества потребителей. Если у вас только плита газовая, вам достаточно счетчик 1,6. Если у вас идет газовая плита и колонка, то счетчик уже идет более мощный, как или котел. Вот уже тут 3,2. Также счетчики газа есть в новых квартирах и ставят в производство газ-девайс. Межповерочный интервал у данных счетчиков 10 лет. Выбрать подходящий счетчик – полдела. Нужно еще его правильно установить. Здесь никакой самодеятельности, предупреждают специалисты. С газом не шутят, и любыми операциями должен заниматься только профессионал. Для того, чтобы установить газовый счетчик, необходимо обратиться в один из филиалов нашей организации. Филиалы есть, у нас их 9 по республике, а также на территориальные участки. Там можно оставить заявку. На основании этой заявки будет заключен договор на монтаж газового счетчика. Оговорены сроки, оплата, и счетчик будет смонтирован. У абонента есть выбор. Абонент может обратиться либо в компанию, с которой у нас заключены соглашения. На сегодняшний день 4 компании такие в республике. Это, как я вам говорил, маяк строй, энергомонтаж, термотехника и организация СТЭП. Самовольная установка газовых счетчиков, как и любого другого оборудования. Вообще самодеятельность в газовом хозяйстве запрещена. Что ни говори, установка счетчика обойдется в среднем в 7 тысяч рублей. Это с учетом стоимости самого прибора и работы по установке. Сумма для большинства чебоксарцев существенная. Заплатить сейчас и экономить потом или дальше платить по нормативам решать вам. С одной стороны права, с другой обязанности. Еще в 2012 году Госдума приняла закон, который обязывает россиян платить за капитальный ремонт. С начала этого года созданные в регионах специальные фонды начали рассылать платежные квитанции. На данный момент сложилась непростая ситуация. Проблемы организации проведения капитального ремонта обсуждали в столице Чувашии на межрегиональном семинаре. Значительная часть домов в изношенном состоянии, а 30% и вовсе нуждаются в немедленном ремонте. Такова на данный момент ситуация в Чувашии, что не сильно отличается от общей картины по стране. Ни федеральный, ни местный бюджет ремонт такого количества жилья не осилят. Исполнять федеральный закон номер 271, то есть привлекательно капитальный ремонт средства собственников жилья, оказалось не так просто. В Чувашии, например, собираются только половины от потребности. В среднем по российским регионам чуть более 60%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Чувашии в 2015 году 5 рублей 50 копеек за квадратный метр. А значит, плата, к примеру, за трехкомнатную квартиру обходится владельцу приблизительно в 400 рублей в месяц. Власть не оставляет людей наедине с заботами содержания своего имущества. На рубль, вложенный собственниками многоквартирных домов, государство из источников разных уровней вкладывает еще 1,5-2 рубля. Еще два года назад в Чувашии сформировали республиканскую долгосрочную программу капитального ремонта. Она рассчитана до 2043 года. В нее попали 4732 дома. Если говорить о ближайшем будущем, то, к примеру, в Чебоксарах скорую ремонтную помощь за прошлый и нынешний год должны получить 82 многоквартирных дома. Общая стоимость работы составляет 153 миллиона рублей. Из них за счет фонда содействия 42 миллиона рублей, за счет господдержки республики 28, за счет средств муниципального бюджета 44 миллиона, средства собственников около 39 миллионов рублей. В настоящий момент работы по 72 домам близится к завершению. В оставшихся 10 домах к работам по ремонту системы газоснабжения приступим после согласования проектно-смертной документации. Что ж, ремонт идет, хоть проблем по-прежнему много. И во многих регионах они схожи, отметили собравшиеся. Это один из самых актуальных сегодня вопросов. И действительно есть очень многие схожие вещи, очень многие схожие проблемы. И очень важно, что сегодня прозвучали они с разных регионов. Есть специфика в разных регионах. Мы услышали те же проблемы, что и у нас. Это абсолютно верно. У нас сбор составляет 50,8%. Вешкар-Але чуть перевалило за 50, как в столице республики. А остальные есть районы, которые поменьше, побольше. Но сама мысль, эта идея, вот этот капитальный ремонт, она абсолютно жизненна. Потому что в недалеком будущем наши все дома, которые эксплуатируются уже 2, 3, 4, а есть и 5 десятков лет, они приходят в негодность. Поэтому ремонтировать их нужно. Из одного бюджета этого не сделать, средства выделения. А когда идет фонд, собственники, муниципальное образование, республиканский бюджет, вот это все в совокупности дает возможность производить ремонт. Сейчас важно выработать общее решение на уровне муниципалитетов, с которыми можно выйти уже в Москву. Работа в этом направлении как раз и началась. В столице Чувашия. Я считаю, что на сегодняшний день мероприятие, которое проводилось, текущий силу. Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! Продолжение следует...